Я Брэдди Форест. Я возглавляю Highway 1. Highway 1 — это инкубатор в Сан-Франциско, который занимается стартапами в области хардвайра. Сейчас у нас 11 компаний, которые проходят четырехмесячную программу. За это время они научатся работать в сфере хардвайра и снизят свои риски. Они начнут с концептуального прототипа, доработают его до готовой к производству модели. Съездят в Китай и узнают, как массово производить хардвайр. Ну и мы надеемся, что к концу программы они познакомятся с инвесторами и клиентами и вырастут до полноценных компаний. Если у тебя хардвайр-стартап, тебе нужно разработать настоящий продукт, а потом научить других людей производить его в больших количествах. С интернет-проектами просто. Там продукт надо создавать всего один раз. А тут надо научить людей делать это десятки тысяч раз. Вам нужно научиться брать свои идеи и передавать их людям в руки в виде физических объектов. Не сложно самому сделать одну вещь или даже десять. А вот наладить процесс так, чтобы другие люди могли выпускать десятки тысяч экземпляров чего-то, что ты придумал, это сложно. И многие компании тратят огромные деньги, делая это неправильно. Мы помогаем избегать таких ошибок. Делать все правильно с первого раза. К счастью, инвесторы сейчас любят хардвайр-стартапы. В частности, потому что прототипы стало делать намного легче. Раньше надо было иметь своих инженеров. А теперь для создания прототипа нужен только хороший программист. Во-вторых, сейчас есть краунфандинг. И можно не только собрать деньги, но и показать, что на ваш продукт есть спрос. Все больше людей заинтересованы в хардвейре. Людям нравится возможность потрогать вещи руками. Я называю такие девайсы «софтвейр в коробке». Потому что сегодня, когда люди покупают какие-то устройства, софтвейр для него постоянно обновляется. Людям нужны девайсы с последним программным обеспечением. Персонализированы, которыми они могут управлять. И все больше компаний таким образом зарабатывают лояльность пользователей. Если клиент купил ваш девайс, валяется ли он дома или постоянно находится в использовании, софтвейр на него всегда будет в спросе. В то же время хардвейр-инкубаторы отличаются от софтвейрных. Есть вот эта физическая составляющая. Прототипы — это уже не такая большая проблема, как раньше. Но вот производство в больших масштабах требует серьезного опыта. Из тех 11 компаний, с которыми мы работаем, у многих общие проблемы. Одна — это беспроводные соединения. Казалось бы, простая задача — синхронизовать умные часы с телефоном. Но на самом деле все намного сложнее, чем кажется. На маленьких устройствах сложно разместить мощную Wi-Fi или Bluetooth-антенну, и у всех уходит много времени на решение этой проблемы. Другая проблема — это качество сборки. Прототип можно собрать дома с друзьями. Но девайсы, которые идут на продажу, должны быть очень надежными. Нужно проводить серьезные тесты, использовать самые качественные комплектующие. Если вы хотите создать хардвейр-компанию, для начала создайте прототип. А потом еще один. И еще один. Повторив это как минимум три раза, можете попробовать создать прототип для друзей. И даже не думайте о массовом производстве до тех пор, пока хотя бы 10 ваших друзей не начнут пользоваться устройством.